МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север в студию Ольга Русул и в этом выпуске. Месяц большой темноты пришел в Ненецкий округ. 10 декабря наступила полярная ночь, которая продлится до начала января. 11 и 12 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. На двух предыдущих блестящий выступил наш земляк Александр Терентьев. Время украшать елку о необычных елочных игрушках, технике их изготовлении и авторе настоящей волшебнице. Расскажем сегодня. В окружную столицу пришел месяц большой темноты. Официально 10 декабря по данным метеорологической станции в Нарьинмаре в Ненецком округе начинается полярная ночь. А продлится полярная ночь до 2 января. Ее наступление зависит от широты. Уськара и Амдерма встретили полярную ночь в числе первых 1 декабря. Во время полярной ночи солнце не поднимается над горизонтом. Но все же во время сумерек, когда солнце из-за горизонта освещает высокие слои атмосферы, будет наблюдаться светлое время суток. В Ненецком эпосе этот период называется месяцем большой темноты. Большая ночь опустилась на землю только на короткий миг. Богу света Нума удается отвоевать свет для людей. Нга, хозяин подземного мира, объявляет себя властелином Земли. Луна – его солнце, ночь – его день. Звезды – его глаза. Говорится в ненецких легендах. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19. В числе заболевших – 11 жителей Нарьинмара и двое жителей Омы. Выздоровели 9 человек. Федеральный портал «Стоп коронавирус» по данным на 10 декабря сообщает о 84 летальных исходах в регионе. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 184 человека. Еще у двоих пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 186 человек, из них стационарное лечение получают 28 человек, амбулаторное – 158. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1157 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, посты и педконтроля в аэропорту Нарьинмара, на посадочных площадках, а в Нижней Пёше, Оме и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому округу об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Ознакомиться с постановлением губернатора Ненецкого округа 81ПГ о введении режима повышенной готовности можно по ссылке. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Глава региона Юрий Бездудный посетил в Нарьинмаре Центр управления регионом и ознакомился с итогами его деятельности за год работы, сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа. В текущем году совместно с профильными ведомствами и ответственными организациями было отработано более 6 тысяч обращений северян. В топ-3 тем волнующих жителей региона вошли коронавирус, социальная защита и здравоохранение. В ходе рабочей встречи глава региона подчеркнул важность сохранения обратной связи с жителями округа, в интернете отметив, что ЦУР Ненецкого округа находится в лидерах по северо-западу и в десятке лучших по стране. Сотрудники Центра управления регионом в свою очередь отметили, что позиции в рейтинге – это результат совместной работы с органами власти региона и муниципалитетами. Напомним, такие центры созданы во всех субъектах Российской Федерации по инициативе президента. 11 декабря в швейцарском Давосе стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В нем принимает участие наш земляк, член сборной России по лыжным гонкам, 22-летний Александр Терентьев, который показал блестящие результаты на двух предыдущих этапах. Елизавета Кабанова продолжит. На кадрах еще маленький Александр Терентьев поднимается в гору на лыжах задолго до его победного финиша финской руки, когда Александр на подъеме мощно обошел именитого норвежского лыжника Юханеса Клэба на первом этапе Кубка мира. Александр пришел в лыжный спорт со всем ребенком. В возрасте трех лет отец Александра, Василий Александрович, уже поставил сына на лыжи. А в четыре года будущий чемпион проходил по 14 километров дистанции. На своих первых соревнованиях, выступая в качестве любителя, Александр занял сразу призовое, третье место. Отсюда мы поняли, что у него получается, ему нравится. И тренер по лыжным гонкам, Орешков Андрей Капитанович, подошел к нам и предложил нам заниматься мальчиком лыжным спортом. Мы согласились. До сих пор дело пошло. У Александра в детстве и юношестве было два основных тренера – Татьяна Эдуардовна и Андрей Капитонович Речковы. И его успехи на мировых этапах, конечно же, радуют тех, кто помогал лыжнику стать подающим надежды спортсменам. Безусловно, это будет приятно. И приятная судьба благотворила тому, что я работал с этим спортсменом. Спасибо родителям, которые воспитали такого человека. Не просто спортсмена, а он воспитанный. Впервые Александр выиграл большие соревнования за пределами региона в 2015 году, будучи школьником. Тогда он стал победителем гонки на дистанции 5 километров классическим стилем в первенстве России. И даже не мог представить, что 6 лет спустя он финиширует первым на Кубке мира. На финише я был очень рад, что победил. Но сначала еще не осознавал, что я сделал. Только потом уже сознание пришло на следующий день, что я победил именно на Кубке мира. Это уже самые высокие соревнования. И сначала я так, ну, выиграл и выиграл, думал. Было очень радостно, много поздравлений было. Эта победа впечатлила главного тренера сборной России Елену Вяльбе. Поэтому она сразу же заявила о включении Александра Терентьева в состав команды на Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в Пекине. У меня в детстве мечта была. Олимпийская медаль. И вот она все ближе и ближе. Мечта, можно сказать, есть. Все постепенно идет. И надеюсь, что у меня все получится. И смогу взять золотую медаль. За спортивными успехами Александра, конечно же, стоит тяжелый труд. В детстве, когда все ребята играли на улице, у лыжника были тренировки. И, по его словам, он не понимал, почему же он тоже не может спокойно играть с друзьями. Но признается, что все равно продолжал совершенствоваться. И ни капли не жалеет о своем решении. Правда, разлука с близкими парню давалась куда сложнее. С родными, да. Поначалу было очень тяжело. Даже когда я в пятом классе первый раз приехал на сборы. На все лето. Поначалу очень было тяжело. Там слезы. То, что я скучал, плакал много. Но так сейчас уже легче. Но все равно есть связь. Мы созваниваемся все время, разговариваем. Большая заслуга в становлении спортсмена мирового имени принадлежит родителям Александра, которые его всегда поддерживали и старались помочь сыну достичь тех высот, к которым он стремился. Мероприятия, которые проводили перед тем, как он оказался в сборной юниорской, это все делалось за свой счет. За счет родителей, за счет тренеров, которые работали с этим Александром. Родители Александра воспитали в сыне трудолюбие и упорство. Но что же еще помогло лыжнику стать спортсменом, которого норвежские СМИ назвали русским поездом, переехавшим к лэба, а российские – красной машиной. Не каждый человек может стать спортсменом такого уровня. Важнейшую роль в этом играет генетическая расположенность. Видимо, в наших корнях, а я их как бы исследую и мне интересно, действительно, мой отец, это его будет дед прадед, очень много занимались лыжами, именно классическим стилем, потому что они не были спортсменами, но они были в силу своей деятельности, они были заядлыми охотниками за лосями. Ну и представляете, это лес и такие широченные лыжи. Дед Александр был очень вынослив и преодолевал в день на лыжах по 50 километров. Выносливость современных спортсменов зависит от многочисленных тренировок, силы духа и таланта. А любой талант необходимо поддерживать. Сегодня Александр Терентьев является спортсменом от Ненецкого автономного округа. Он может проходить спортподготовку только в одной школе. Так вот, он проходит подготовку у нас, в городе Наринмаре, и мы этим должны гордиться. И он должен чувствовать поддержку не только моральную, но и материальную. А вот пройдет Олимпиада, я более чем уверен, что он просто поменяет регион. За ним встанут в очередь регионы, которые внимательно относятся к спортсменам. Для подготовки спортсменов такого уровня, считает Андрей Речков, нужны годы и поддержка лыжного спорта в регионах. Ведь в большой спорт ребята приходят не откуда-то, а из региональных спортивных школ. И здесь, по словам тренера, намечаются серьезные проблемы. У нас через 2-3 года вообще спорта не будет лыжного. У нас в школах уже на откуп учителя физкультуры дали, проводить занятия по лыжным гонкам или нет. Прекратили проводить соревнования окруженные села. У нас не приезжают на соревнования. Спартакиад учащихся не проводят. У нас выходят на первенство округа школьники младшего возраста по одному, по два человека. Что касается Александра, то он очень ценит поддержку своих земляков, которые болеют за него на всех соревнованиях и гордятся его выступлениями и победами. Наши земляки очень много пишут, поддержку я чувствую. Они много пишут в соцсетях, особенно еще родителям. Через родителям передают поздравления. Это очень приятно и мотивирует еще быстрее бежать. 2021 год для Александра действительно стал прорывным и принес победу в индивидуальной гонке и серебровой стафете на Кубке мира по лыжным гонкам. Будем внимательно следить за его выступлениями на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Удачи Александру! Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Дельканал Север. Наглядеться на новогодние игрушки от мастерицы из Нарьинмара Елены Калининой невозможно, словно живые. Миниатюрные мальчики и девочки – лучшие украшения для елки. О творческом человеке и его необыкновенном увлечении в нашем следующем материале. С подснежниками, из сказки «12 месяцев». Сказочная пачерица, как живая, даже юбочка на ее костюме будто шевелится от зимнего ветра в лесу. Увлечение игрушками в необычной технике пришло героине нашего сюжета около пяти лет назад, когда на чердаке дома, который она купила, обнаружился старенький Дедушка Мороз из 50-х годов прошлого столетия. Он был сделан из ваты, мне было интересно. Я его распотрошила и потом реставрировала. Он был поврежден очень. И я подумала, это же интересно. Нашла в интернете девочек, которые этим занимаются. Поехала сначала на одни курсы. Дальше-больше Елена раз за разом начала постигать премудрости хендмейда, поддерживать связь с другими рукодельницами. Вот мой первенец. Это я ходила на мастер-класс свой первый. Он такой еще немножечко несуразный, нету форм. Это первый мой мальчик, который я сделала, когда вообще еще ничего не умела. Кстати, зовут этого красавчика Иванка. В работы Елены влюбляешься сразу, как говорится, с первого взгляда. А вот этот молодец – Данечка. Мастерица признается, что он ее фаворит. Этого мальчика очень-очень люблю. Он такой тоже новогодний, деревенский такой мальчишечка. Его как-то зовут? Я его Данечка называю. Просто Данечка. А еще эти игрушки не бьются и считаются экологически чистыми, потому что сделаны из абсолютно натуральных материалов. Вот вата льняная, вот эта льняная, это хлопковая, да, специально я заказываю, конечно. Можно из простой ваты делать, но я уже перешла немножко на другой уровень и не заказываю. Вата, клейстер из крахмала делается и больше ничего. Каркасик из проволоки и все, экологически чистая игрушка. На изготовлении куколки в среднем уходит до пяти дней. Самый длительный процесс – создание игрушек с ушком. Из проволочного каркасика, обмотанного ватой и нитками рождается тельце, потом появляется лицо. Елена лепит его из глины, а затем раскрашивает. Поэтому каждая кукла не похожа на другую. Даже вместо клея мастерица использует крахмал, а после уже одевает. Благодаря специальной технике удается передать даже движение. Куклы не статичны, а кружатся в танце, идут по своим делам. И каждая из них с харизмой даже в этой крысе, символе одного из прошедших годов, чувствуется характер. У меня нет такого, что я именно буду делать такое. Единственное, что исключает случаи, когда делаю на заказ. Да, там дают картинку или что-то, открытку часто, старые открытки. Многие хотим именно такого человечка. Тогда на заказ я делаю именно по какой-то уже эскизу. А сама, когда я делаю, я просто... Сегодня у меня такое настроение. Вот она такая лохматенькая, игривая, с шишечками. Тут я была более спокойна. Она получилась просто девочка с косичками. Сейчас Елена создает серию «Утренник». По её задумке, игрушки будут выглядеть, как воспитанники детского сада. В тематических костюмах и даже с бумажными масками на лицах. И масочки будут, вот, лисички, вот маленькие масочки мы тоже делаем, как в детском саду. То есть её нужно будет снимать? Да, она будет на резиночке, как в детском саду. Мы делаем маски девочкам. Это она. Кроме того, в творческой копилочке кукольных дел мастерица – специальные игрушки, которые можно сделать вместе с детьми на мастер-классах. Их особенность – они круглые, как шарики. И тоже абсолютно из экологичных материалов. Кроме ёлочных украшений, Елена делает фигурки медвежатка дню всех влюблённых и пасхальных кроликов. Делаешь с душой, время же не замечаешь, как оно идёт. Кавалер с кулёчком апельсинов – девчушка с бараночками от мороза румяная. На валеночках мальчишаки-бальчиша даже снежок. Невероятные игрушки и образы, которые создаёт Елена, пользуются популярностью. Поклонники её таланта есть за рубежом, а теперь и среди нас. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал Север. Праздник к нам приходит, а с ним беспокойство пожарных служб по эксплуатации пиротехники гражданами. Качество и сертификаты соответствия фейерверков в магазинах Нарьинмара проверили сотрудники МЧС России по Ненецкому округу и уполномоченные по правам предпринимателей. Подробности смотрите далее. Новый год приближается. Жители Ненецкого округа готовятся отметить его весело и красиво. Разумеется, фейерверками. Но чтобы завораживающее зрелище не привело к несчастным случаям, важно соблюдать правила эксплуатации пиротехникой и быть внимательными при покупке товара в магазинах. Упаковка целая, нет никаких нарушений, нет следов оцеливания, вскрытия. То есть всё соответствует. Инструкция имеется, инструкция на русском языке. Мониторинг пиротехники в магазинах Нарьинмара провели сотрудники МЧС России по Ненецкому автономному округу и уполномоченные по правам предпринимателей в регионе. На первом торговом объекте нарушений не выявлено. Продавца ещё раз проконсультировали о правилах продажи пиротехнических товаров. С 18 лет вся пиротехника продаётся. Уже потихоньку начинают покупать. Основной поток покупателей будет с 20-го числа. При продаже петард Павел и другие продавцы предупреждают покупателей о необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации и дают памятки. Сами же товары хранятся в недоступном для покупателей месте. За стеклом витрины рядом установлен огнетушитель. В следующем магазине пиротехническая продукция хранится под замком в металлическом контейнере на заднем дворе торговой точки. Вместо прилавка с продукцией – прайс-лист и изображение фейерверка. Есть прайс-лист на стенде, есть на телевизоре, можно просмотреть ролик, как они, саму красоту этих салютов, сертификаты качества, все остальное тоже присутствует. По поводу сроков, то все полностью у нас просмотрено, мы за этим очень следим. Даже те, которые подходят месяц-два, мы их уже не идем на продажу, мы откладываем. Есть коробка отдельная, отложенная, и пойдет на утилизацию. Это уже с высшим руководством будут приезжать, их забирать, чтобы их здесь, естественно, в мусор не выбрасывали, на свалку. По итогам мониторинга нарушений не выявлено. Товары пригодны для использования и хранятся в соблюдении правил. Мы видим о том, что бизнес ответственно подходит к исполнению своих обязанностей. Товар качественный, соответствует требованиям, срок годности не истек. Работники магазинов-продавцы проконсультированы о правилах продажи. Видим о том, что правила соблюдаются. В большей степени безопасность при использовании пиротехнической продукции зависит от самих граждан. Важно соблюдать правила эксплуатации и внимательно читать инструкцию. Ознакомиться с инструкцией, все сделать в соответствии с ней, с ее требованиями. Ни в коем случае не допускать к установке, к активизации пиротехнических изделий детей. То есть дети только в порядке зрителей, на безопасном расстоянии, выбрано место подальше от строений, от линии электропередач, от автомобилей. Ну и при уже непосредственном срабатывании пиротехники все находятся на безопасном расстоянии. После того, как пиротехника отработала, обязательно нужно убедиться, что все заряды она использовала. И после этого только уже убрать и утилизировать. Практически каждый год в Ненецком округе фиксируются несчастные случаи, связанные с эксплуатацией пиротехники. Поэтому будьте крайне внимательны, берегите себя и окружающих. Илья Сахаров, Катрина Тайбарей, Антон Водеряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.